Здравствуйте! Это программа «Территория права». Люди, впервые столкнувшиеся с получением завещанного имущества, порой не знают, к какому нотариусу обратиться для оформления наследства. Процедура вступления в наследство требует подготовки и посещения различных учреждений, в которых собирают требуемый перечень свидетельств, подтверждение полномочий и предприятие других шагов. Не все граждане обладают юридическими знаниями и достаточными для правильного оформления и ведения дела. Поэтому обращение за помощью к нотариусу становится рациональным действием у тех, кто хочет избежать проблем с наследуемой собственностью. Сегодня на ваши и на мои вопросы отвечает нотариус города Самара Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. Мы продолжаем разбираться в тонкостях наследства. Пожалуйста, уважаемый телезритель, дозванивайтесь к нам в студию. Телефоны 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. И дозванивайтесь, пожалуйста, и задавайте вопросы свои. Ирина Николаевна, первый вопрос. Как определить нотариуса для вступления в наследство в нашем городе Самара? Если мы говорим о городе Самаре, то сейчас нет какого-либо ограничения. Если человек-наследодатель проживал по день смерти и был зарегистрирован в городе Самаре, то можно обращаться к любому нотариусу города Самара, то есть там, где удобно. И, соответственно, если вы обратились к нотариусу, к кому обратился первый наследник, дело открывается наследственно, и все другие наследники обращаются уже к этому нотариусу. Поэтому такого, как было раньше, ограничения по району, такого нет. Спасибо большое. У нас есть звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел спросить, смотрите, вот если я... Мы жили втроем, все втроем прописаны. Бабушка, мама и я, да. Бабушка умерла, мать вступила в наследство, я просто как прописанный, например, оказываюсь. Но здесь у меня как-то собственность идет, то, что как прописанный, или мне тоже как-то вступить надо было, или как это вообще? Давайте начнем с того, что у вас квартира была приватизирована, на кого она была? Да, 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 приватизирована. На кого она? Я поняла, вы участвовали в приватизации? Вы участвовали в приватизации? То есть есть ваши фамилии в документах или нет? Ну вот это я не помню, наверное, мы оба там ездим. Ну вот смотрите, значит, если вы участвовали втроем в приватизации, то есть вы, ваша мама и ваша бабушка, наследником после вашей бабушки является ваша мама, она вступила в наследство, соответственно, у вашей мамы две третьих доли, у вас одна третья доля. Если вы не были участниками приватизации, тогда, соответственно, ваша мама вступила в наследство после вашей бабушки, и она стала собственником квартиры. Но, скорее всего, если вы были несовершеннолетним, то вы тоже участвовали в приватизации, и у вас там должна была быть ваша доля в соответствии с приватизацией, но не с наследством. Потому что после бабушки вы могли бы наследовать только в том случае, если бы не было в живых вашей мамы, либо если бы ваша бабушка оставила завещание на вас. Поэтому здесь наследства в отношении у вас не возникает. Дома документы посмотрите внимательно. Если ваша фамилия там есть, ваша доля там и так есть в соответствии с документами. Ирина Николаевна, ее можно будет как-то оформить? Необходимо просто пойти, и если не было регистрации в органы госрегистрации, пройти регистрацию, получить выписку, где будет указано, что он собственник, какой долей, и все. Просто у нас же раньше ограничивалось, скажем так, приватизация, когда в первые годы были, только регистрации, бюро-техническая инфраизация, и все. Затем у нас появились органы госрегистрации. И сейчас, скажем так, если документы это старого обрастающего, то можно просто пойти, внести себя в реестр недвижимости и получить выписку, где будет указано, какой размер доли твоей квартиры. Спасибо большое. 202-11-22, телефоны в студии работают. Дозванивайтесь, пожалуйста, если у вас есть вопрос с завещанием, с дарением, с брачным договором или с наследством, то Ирина Николаевна Богатырева, нотариус города Самара, именно она сегодня отвечает на ваши вопросы, непременно вас проконсультирует. 202-11-22. Ирина Николаевна, распределение нотариусов по наследственным делам вообще имеет место быть? Нет, сейчас нет ограничений. Я обратила ваше внимание, что если раньше у нас было по району, по буквам и прочее, в настоящее время наследник имеет право обратиться к любому нотариусу, где ему удобно. Только единственное, обращаю внимание, что где наследственное дело заводится, оно находится в архиве этого нотариуса, и все последующие оформления, обращения других нотариусов должны быть именно к этому, наследников, именно к этому нотариусу, который завел наследственное дело. Открыл. Хорошо. А какие сейчас нужны документы, чтобы оформить наследство? Потому что с 2019 года, мы говорили неоднократно об этом, поступило очень много новшеств в действия нотариусов. Ответим на этот вопрос. У нас есть телезрители, да? Хорошо? Давай сначала... Послушаем вопрос. Да, алло, говорите, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. А вот скажите, я вот хотел спросить, если старая приватизация была, вот приватизированная квартира, но нет нового свидетельства, нужно обязательно получить, прийти со старым как-то или как это? И вообще, насколько это нужно идти? Потому что они говорят, что этого старого, которого было, его достаточно, что она приватизирована. Оно действительно, и здесь нет никакой обязательности. Просто иногда бывают случаи, когда это нужно сделать для чего. Вот вы знаете, когда... Вот предыдущий вопрос. Допустим, было три собственника, да, старые документы. Наследник вступил в наследство, пошел и зарегистрировал себя. Он себя внес в реестр, и при, скажем так, дальнейших действиях мы наследника видим, который вступил в наследство и внес свои сведения в реестре. Других мы людей там не видим. Поэтому здесь нет обязательности. Здесь как бы, если есть желание, можно пойти, как, скажем так, это сделать. Но вас никто специально для этого не заставляет, естественно. Спасибо. То есть документы, которые были выданы ранее, они действительны. Спасибо. Ирина Николаевна, я думаю, что ответ более чем понятен. Но если есть у вас вопросы, дозванивайтесь с телефона, вы периодически будете видеть на своих экранах. Вот сейчас 22, 22. Вернусь к вопросу. Почему мы еще рекомендуем в настоящее время обращаться в Росреестр все-таки и вносить сведения о себе? Вот обращаю тоже внимание. Когда открывается наследство, допустим, пожилой человек, ему было некогда ходить, этим заниматься, нормально. Наследство открывается, никуда оно не исчезает. Но наследникам приходится выполнять ряд лишних действий. То есть необходимо поставить на кадастровый учет, чтобы получить кадастровый номер. То есть как бы это лишнее действие, они вырождаются именно тем, что не внесли сведения о себе в Росреестр. Поэтому мы всем говорим, да, это не обязательно, но в принципе лучше это сделать. Ирина Николаевна, вот вы произнесли такую фразу, наследственное дело открывается. Скажите, пожалуйста, оно может открыться автоматически без заявления наследника самим нотариусом, либо нужно обязательно прийти и заявить о себе? Только по заявлению наследника, естественно. Наследственное дело открывается по заявлению наследников, по заявлению отказа получателей, если есть у нас такая категория. Вот, по заявлению кредиторов может открыть наследственное дело. Поэтому без заявления дело само, естественно, не открывается. Для того, чтобы дело открыть, наследнику необходимо обратиться к нотариусу. Как мы с вами уже говорили, в принципе, к любому нотариусу города Самары, если мы говорим о Самаре, и где проживал наследодатель. Если наследатель проживал в районе, там в Самарской области, Красноярске, Кенельске, то, естественно, обращаться необходимо там, где проживал наследодатель. Для того, чтобы открыть наследственное дело, В принципе, в настоящее время документы особо не требуются. То есть для того, чтобы его открыть, обращаю внимание. То есть можно прийти в нотариальную контору с паспортом, принести с собой свидетельство о смерти и открыть наследственное дело. Даже если, скажем так, свидетельства о смерти нет, то наследственное дело все равно открыть нотариус обязан. Но почему всегда рекомендуют принести документы? Может быть, неправильно указана фамилия, может быть, указана неправильная дата смерти. Сходя из этого, потом придется вносить в общую базу эти изменения. Поэтому мы всегда просим, конечно, принести документы. Но чтобы открыть наследственное дело, в принципе, достаточно свидетельства о смерти и паспорт. Очень часто бывает, когда конец срока, не успевают наследники, приезжие из другого города, естественно, открываешь по их заявлению, по их паспорту с их обращением. Ну а в дальнейшем необходимо здесь что для наследников в настоящее время сделать? Если есть завещание, представить завещание. Если завещание отсутствует, нотариус в силу закона обязан сделать запрос в единую базу завещания. Если оно там есть, оно находится в любом случае. Ну и, соответственно, от наследников, которые наследуют наследство по закону, необходимо представить документы, подтверждающие родственные отношения. То есть свидетельство о рождении, свидетельство о браке. И какой документ необходимо получить в настоящее время самому наследнику? Это справку с места жительства, с указанием того места, где был зарегистрирован наследодатель. Представить документы на имущество, которое дома есть. Нотариус дальше делает запросы все сам. Он делает запросы в Росреестр, проводит розык наследственного имущества, если это недвижимое имущество. Делает запросы в банки, которые укажет наследник. То есть по просьбе наследника нотариус делает запросы в те банковские учреждения, которые, скажем так, он думает, что там есть какое-то имущество. То же самое с акциями. И если, скажем так, нотариус получает все документы, то, соответственно, наследство через 6 месяцев будет выдано свидетельство о праве наследства. Ирина Николаевна, в век наших современных технологий такая новелла не ожидается, как подать заявление онлайн и вступить в наследство онлайн? То есть дистанционно подать все документы и потом уже... Здесь немножко по-другому можно. Сейчас это уже работает. Только, скажем так, на другом уровне, но это работает. То есть это бывает часто, когда у нас наследники проживают в другом городе. То есть в другом городе наследник может обратиться к нотариусу, оформить там заявление о принятии наследства, засвесить копии и попросить, чтобы нотариус того города передал документы нотариусу в городу Самара. Соответственно, получив эти документы, то есть они продаются по электронным связи, видам связи, нотариус документы принимает и открывает наследственное дело. Если речь идет о недвижимом имуществе, то есть которое было зарегистрировано, здесь вообще все просто. То есть нотариус запрашивает документы, скажем так, получает всю необходимую информацию о наследственном имуществе. И если наследник, когда находится в другом городе, просит пройти регистрацию и представить ему документы по электронной почте, то нотариус по течение 6 месяцев изготавливает свидетельство о праве наследства, регистрирует в силу закона право на недвижимое имущество, обращая внимание, за наследником, и по просьбе наследника передает таким же образом, то есть либо нотариусу в другой город, либо, скажем так, ему на электронную почту документы с электронной подписью нотариуса. То есть сейчас, в принципе, для тех, кто проживает, скажем так, в другом городе, в принципе, сейчас все вот это решаемо. И это не только для наследства. Сейчас таким образом, допустим, изготавливают и согласие на продажу, согласие на регистрацию в квартиру, доверенность. То есть можно оформить нотариуса в другом городе и переслать ее сюда посредством электронной, скажем так, связи между нотариусами. Спасибо большое. Я напоминаю, что это программа «Территория права», и мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам в эфир. Ирина Николаевна Богатырева, нотариус города Самара, сегодня отвечает на ваши вопросы. Ну и на мои, Ирина Николаевна. Вот следующий вопрос. За свои услуги нотариуса в рамках закона взимают определенную плату. Расскажите, пожалуйста, из чего она складывается? Планируется ли повышение, либо понижение тарифа? И вот каким образом складывается все-таки ценообразование? Кто устанавливает эти тарифы? Ценообразование складывается в соответствии с законом. У нас есть налоговый кодекс, есть основа о нотариате. Значит, если нотариальное действие, обязательное нотариальное действие, то пошлина взыскивается в соответствии с налоговым кодексом. Если действие нотариальное не обязательно в силу закона, то государственная пошлина взыскивается в соответствии с основами о нотариате. Помимо этого, значит, тариф складывается общий из тарифа за нотариальные действия плюс так называемый тариф за услуги правово-технического характера. То есть, к сожалению, в законе вот это разбили на две части, но тариф получается как бы он единый, он разбит на две части. То есть первая часть у нас с вами идет по налоговому кодексу либо по основам нотариати, вторая часть только по основам нотариати. В соответствии, скажем так, с законом, первая часть у нас прописана. Там берутся проценты, они строго, скажем так, указаны в соответствии с законом. Вторая часть, она может меняться. Тариф устанавливается в соответствии с, скажем так, с принятием документами ФНП. Принимают нотариальные интервью палаты, каждый год рассматривают документы и принимается решение о максимальном размере в верхней планке этого тарифа за техническую работу, правовую техническую работу. Интервью палаты уже, исходя из спущенных сверху, скажем так, материалов и решений принимает, скажем так, какую пошлину брать, но не выше предела, который будет установлен. Ну, обычно, скажем так, максимальный предел как бы ни одна, не ставит, наша палата не ставит максимальный предел. Но, насколько я знаю, что как бы в этом году повышения не ожидается никакого, потому что, ну, законы другие не принимали. Палата федеральная пока нам других никаких рекомендаций не спускала. Поэтому я думаю, что повышения как бы здесь оно не должно быть. Есть, скажем, единственное, только планируется, что в итоге, в конце концов, что хотят сделать, объединить это в единый тариф, чтобы не было вопросов. Потому что очень часто возникают вопросы и споры между клиентами и нотариусами, когда приходят, говорят, вот мы, то есть, не понимают до конца, почему берется вторая часть тарифа. Когда начинают, допустим, объяснять, что мы принесли проект свой, вот мы с вас не должны это брать. Но на самом деле это берется не только за проект, который принесли. Для того, чтобы, допустим, тот же договор удостоверить, любой договор, брачный договор, соглашение об элементах, нотариусу необходимо проделать дополнительную работу. То есть сделать запросы куда-либо, соответственно, вот, направить информацию. И у нотариуса есть работник, который совершает эту работу. Естественно, все это оплачивается. Плюс, скажем так, получив запрос, необходимо проанализировать, те моменты, которые хотят отразить в договоре. И, к сожалению, пока, скажем так, не внесли сведения, изменения в закон, вот эти вопросы возникали. Сейчас, скажем так, уже непосредственно прописано в законе, из чего складывается тариф. Планируется единственное объединить вообще его в единую сумму. Тогда вообще вопрос все исчезнет. Ирина Николаевна, а можно ли с уверенностью сказать, что тариф у всех нотариусов города Самары одинаковый? Тариф одинаковый. Нотариус города Самары однозначный. Он может отличаться только у нотариуса, допустим, Самары, и Ульяновска, Самары, и Москвы. Там первая часть, она отличаться не будет тарифа, вторая часть будет отличаться, потому что для каждого города, для каждого субъекта федерации, а не города, спускается как бы свой тариф, потому что это зависит от количества населения, работающего от доходов среднего прожиточного минимума, этого региона, где принимается это решение. Поэтому вторая часть тарифа, она будет отличаться. И бывает так, что когда к нам приносят, у нас, допустим, доверенность стоит 1200, приходит доверенность там из Тюмени, и она стоит 2000, хотя там одни и те же действия. Но это вот как раз из-за того, что по региону спускают свои планки. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете, уважаемые телезрители, задать свой вопрос по наследству, по завещанию. Ирина Николаевна Богатырева на них отвечает. Дозванивайтесь, пожалуйста, если вдруг линия занята, набирайте, ваш вопрос обязательно попадет к нам в эфир. Но также периодически появляются на ваших экранах телефонные адреса Нотариальной палаты Самарской области. Также возьмите их себе на заветку. И в рабочее время консультанты обязательно дадут вам ценный совет, ну, если, конечно, он вам необходим. Ну, а мы работаем в прямом эфире, дозванивайтесь. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, вот каков сейчас порядок действий при вступлении в наследство, когда человек обращается к нотариусу? Обращается к нотариусу, подает заявление о принятии наследства. Нотариус заявление принимает. В рамках этого заявления выясняется, какое наследственное имущество подлежит наследованию. И, исходя из этого, нотариус определяет, какие действия необходимо совершить нотариусу или какие документы необходимо донести наследнику. Вот, как я уже говорила, там есть документы, когда нотариус может сам запросить. Есть то, что положено принести наследнику. То есть наследник должен обратиться в нотариальную контору. заявить, скажем так, о себе, заявить о наследниках, которые есть еще там по закону или по завещанию, указать место жительства, если оно известно для него, подъявить документы, которые есть на имущество. Если они потеряны, то нотариус в силу закона имеет право сам спросить какие-то документы, какие возможно получить. Вот. И, скажем так, по истечении 6-месячного срока при наличии всех документов будет вдаваться в действие о праве наследства. Но есть такие моменты, допустим, когда это движимое имущество, допустим, автомобиль, то здесь наследнику необходимо будет самому провести такие действия, как оценить транспортные средства для того, чтобы поступить в наследство. То же самое с акциями. Нотариус пока не имеет права запрашивать запросы об акциях, о стоимости. То есть здесь необходима рыночная оценка. То есть вот о чем я говорю, то есть как бы это не выдумка нотариуса, все это предусмотрено в налоговом кодексе. То есть там есть такая специальная глава, статья, где указано про особенности взимания нотариального тарифа и пошлины. Где указано, каким образом указывается стоимость для оформления наследства. То есть все, что касается недвижимого имущества, мы запрашиваем сами. Давайте вопрос тогда, а потом... Есть звонок от телезрителей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы такой вопрос задать. Какие правила оформления наследства для непроживающих в России? То есть за ее пределами. Необходимо ли личное присутствие или, может быть, аналогично, как из другого города отправляются документы онлайн? Спасибо. Если проживает наследник за рубежом, то в данной ситуации онлайн у нас не получится пообщаться. Но есть, скажем так, другое общение совсем. То есть вы можете, конечно, звонить нотариусу, узнавать, писать письма. Мы отвечаем и по онлайн, и так, и на звонки отвечаем. Но в данной ситуации что можно сделать? То есть приезжать, в принципе, тоже необязательно. То есть вы что можете сделать? Вы можете обратиться, желательно обратиться в наше посольство либо в консульство, оформить там, если здесь есть, скажем так, ваши родственники, кто может вам помочь, оформить доверенность на оформление наследства. Это первый вариант. И весь ваш представитель будет ходить и оформлять, в принципе, это наследство. Второй вариант. Вы можете там же, в консульстве, в посольстве оформить заявление о принятии наследства. И в этом заявлении, скажем так, указать все, что вы как бы хотели сделать. Также консул может ваши копии засвидетельствовать. Все документы вы присылаете уже просто по обычной почте. Самое главное сделать надо будет до шести месяцев. Если, скажем так, вам нет времени приехать, нет возможности, здесь самое главное, чтобы делать следственное дело, завести до шести месяцев. Получить свидетельство можно в любое время по истечении шести месяцев. Опять же, здесь вы можете приехать либо сами получить, либо ваш представитель, либо в крайнем случае, но опять же, здесь, знаете, каждый случай индивидуальный. В принципе, если с документами все в порядке, документы все есть, вы также можете в заявлении нотариус, который будет у вас свидетельствовать с подписью у консула, указать все необходимое, что вы просите сделать, какие запросы, скажем так, сделать, на какое имущество. И представить, соответственно, документы, подтверждающие ваше родство, и документы на это имущество. И если, скажем так, документы все в порядке, то, в принципе, здесь такая же возможность тоже также есть. Свидетельство по течению шести месяцев, оно оформляется. Необходимо будет только из-за границы уплатить почту за это свидетельство, и вам также почтой возможно выставить документы. Но это, опять же, каждый случай, он индивидуальный. Поэтому я обращаю ваше внимание, что в любом случае надо сначала с нотариусом созваниваться, вопросы решать. Потому что бывает, каких документов не хватает. То, что нотариус не можешь сам запросить, это элементарно. Такое же тоже может быть. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Мы принимаем следующий звонок. Алло, говорите, слушаем вас. Здравствуйте. Сорвался у нас звоночек. Дозванивайтесь, пожалуйста, 202-11-22. Если вдруг линия занята, я повторяю, еще раз набирайте. Ваш вопрос обязательно попадет к нам в эфир. Время у нас еще есть. Ирина Николаевна, вот такой вот вопрос. Я хочу до конца закончить, то мы начали говорить про налоговый кодекс. То есть как взыскивается пошлина, как определяется стоимость. Вернее. Для недвижимого имущества прописано в налоговом кодексе, взыскивается кадастровая стоимость, мы запрашиваем ее сами. На объекты, на которые невозможно получить стоимость, здесь стоимость определяется оценщиками. Об этом тоже также указано в налоговом кодексе. Поэтому на движимое имущество, что касается автомобиля, оружия, транспортных средств, лодок, катеров, акций, здесь, соответственно, приходится привлекать оценщика. Но оценщика выбирают наследники сами. Спасибо большое. Итак, вопрос от телезрителей. При оформлении наследства нотариус потребовал документы на наследуемую квартиру, которые были утеряны. Вот как нам быть, восстанавливать документы на квартиру? Нотариус должен завести наследственное дело без документов? Или есть какое-то другое решение этого вопроса? Отсутствие документов не является основанием для отказа в заведении наследственного дела в открытии. То есть отсутствие документов не может повлиять на открытие наследственного дела. Дальше, скажем так, мы обращаемся к чему? Какие документы были утеряны? Если регистрация права проходила, то нотариус имеет право запросить копии документов в Росреестре. Если документы, скажем так, были, допустим, нотариальные, то есть договор купли-продажи или договор дарения, то можно обратиться к нотариусу и получить дубликат этого документа. То есть в любом случае также вопрос решается индивидуально. То есть документы для того, чтобы открыть наследственное дело, их не обязательно сразу восстанавливать. Дело откройте, дальше, пожалуйста, занимайте сбором документов. Какие, где получаете. Где-то получаете вы дубликаты, где-то заказывает нотариус сам. Ирина Николаевна, еще озвучите, пожалуйста, что... Вообще обращаю внимание, что, в принципе, отсутствие вот этих документов, допустим, справки с места жительства, отсутствие, подлинных документов, свидетельства, допустим, о рождении, отсутствие, для открытия наследственного дела это не является препятствием. То есть дело мы открываем все равно. А дальше, пожалуйста, доказывайте свое родство, приносите справки. Если, скажем так, будет, как что бывает иногда, выясняется, допустим, что наследственное дело открыто, допустим, в Самаре, а человек проживал, зарегистрированный был в другом месте, тогда, естественно, наследственное дело присылается нотариусу по месту, где был зарегистрирован умерший. Такое тоже редко, но бывает, когда заводится в отсутствие документов. То есть почему нотариус просит документы? Просто обращаю сейчас внимание, те же справки с места жительства, для того, чтобы правильно открыть наследственное дело. Только для этого. Но открытие наследственного дела, оно может быть осуществлено только с одного заявления, паспорта и свидетельства? Может. Соответственно, и дальше, чтобы не пропустить вот эти честности? Конечно, бывают же разные, различные ситуации. Бывает, когда действительно остается один-два дня до конца срока, и некогда бежать что-либо собирать. Естественно, нотариус обязан наследственное дело открыть. Спасибо. Вот такой вопрос. Пытаемся открыть наследственное дело после смерти матери. Нотариус нам отказывает, так как в наших свидетельствах о рождении свидетельство о свердце матери, имя матери написано по-разному. Разница в одну букву. Нотариус предлагает прийти после исправления ошибок, но так мы пропустим срок вступления в наследство в 6 месяцев. Права ли нотариус? О чем мы сейчас как раз с вами говорили, что именно вот, скажем так, наличие таких ошибок не является препятствием для открытия наследственного дела. То есть необходимо подать заявление, наследственное дело открыть. Если наследственное дело нотариус отказывается открывать, попросите, пожалуйста, постановление об отказе. Спасибо. Принимаем звонок. Здравствуйте. Вас слушаем. Ваш, пожалуйста, вопрос. Слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Мы вас, к сожалению, не слышим, поэтому, пожалуйста, набирайте 202-11-22, и тогда мы вас обязательно услышим. Дозвание, ведь, пожалуйста, время еще есть. Ирина Николаевна, такой вопрос. В наследство достался дом во Владимирской области. Могу ли я заявить о вступлении в наследство у нотариуса в Самаре, или для этого необходимо есть по месту нахождения наследство? Опять же, мы от чего отталкиваемся? Не от того, где находится наследство, а от того, где был зарегистрирован наследодатель. То есть, если наследодатель был зарегистрирован здесь, в Самаре, то дело открывается в Самаре. И, соответственно, независимо от того, где это находится имущество, в Владимирской области, в Воронеже, в Москве. Если, конечно, наследодатель проживал в Воронежской области, где находится дом, то, соответственно, дело оформляется там. Здесь, в Самаре, можно оформить, как я уже говорила ранее, оформить заявление о принятии наследства и передать нотариусу Воронеж для того, чтобы дальше там проводить наследственные действия какие-либо. Спасибо. У нас еще время есть, чтобы принять ваш вопрос, уважаемые телезрители. 202-11-22. Ирина Николаевна Богатырева ответит на ваш вопрос по завещанию по наследству, если, конечно, вопрос к нотариусу. А, значит, такой вопрос. Мама хочет в случае ее смерти оставить квартиру мне. Квартира оформлена на нее и не приватизирована. С чего начать? Может быть, нужно переписывать квартиру на мое имя или оформлять дарственную? Ну, наверное, начать с того, что кто зарегистрирован в квартире. Если они там зарегистрированы вдвоем и квартира не приватизирована, то после смерти ее мамы она, естественно, остается ей. Но здесь не возникает наследства, потому что мама является нанимателем, соответственно, она остается, квартира там, квартира муниципальная, она остается тому, кто там прописан. Если мама одна там зарегистрирована, то, соответственно, после ее смерти эта квартира будет не приватизирована, она уйдет к муниципалитету. Поэтому тогда речь идет о чем? Естественно, о приватизации. То есть, если ее мама там зарегистрирована одна, квартиру необходимо приватизировать, а дальше уже пускай мама решает, что она будет делать, писать завещание, либо она будет дарить. Поэтому вот так вопрос решается. Хорошо, вопрос следующий. В 2002 году умерла мама, в третьем вступила в наследство по закону. В наследстве массе были только ценные бумаги, но знаю, что не был вклад в Сбербанки. Сейчас можно ли получить компенсацию? Ну вот, в бумагах у нотариуса только ценные бумаги указаны. Как поступить, чтобы описана была в сберкнижку или только через суд? Ну, знаете, мы неоднократно обращали внимание на это, когда рассказывали о наследстве. То есть, принимая наследство, это такое понятие, как универсальное правоприемство. То есть, принимая наследство, нотариус оформляет наследственное дело, а наследник принимает все, что осталось после наследодателя. То есть, то, что выдано только свидетельство на акции, не говорит о том, что другое имущество в наследство не входит. То есть, если наследник, допустим, обнаружил наличие другого имущества, либо той же сберегательной книжки, Необходимо обратиться к нотариусу, где наследственное дело открыто, подать заявление о розыске этого вклада, нотариус сделает запрос в Сбербанк, и после этого будет выдано свидетельство о праве наследства. Если положена компенсация, будет выдано свидетельство о компенсации. Ирина Николаевна, а если уже наследство оформлено, имеется свидетельство о праве наследства, тогда нужно будет прийти к нотариусу? К нотариусу не обязательно приходить со свидетельством, прийти с паспортом, назвать фамилию и имя отчества умершего. Наследственное дело будет, нотариус поднимет, его возобновит, взяв заявление у наследодателя, и после этого выполнит соответствующее действие. Поэтому наследственное дело, когда, скажем так, закрывается, это не значит, что оно закрыто навсегда. Оно движущееся. Почему его закрывают? Потому что оно оформлено, нотариус справляет его в архив, оно хранится в архиве у нотариуса. При необходимости дело возобновляется и оформляется на другое наследственное имущество. Ведь дело в том, что ситуации бывают разные. Кто-то не нашел сразу имущество, да? У кого-то там, допустим, может быть, очень много имущества, и они не могут оформить все это сразу, потому что, ну, в силу того, что это либо очень дорого, либо нет времени, оформляют его по частям. Поэтому здесь все, скажем так, в руках наследников. Можно оформить наследственное имущество через 10 минут. Ну, насколько вам известно, и вы об этом говорите неоднократно в наших телепередачах, что вы же сделаете запросы в Сбербанке, в различные банки, вам ответы приходят по вкладам. Да, но только в том случае, если об этом просят наследник. То есть у нас пока в законе не прописано, что я могу делать запросы везде, скажем так, по своему желанию. Дело в том, что, допустим, если с Сбербанком у нотариуса происходит обмен онлайн, там намного проще, то у других с банками такого нет. Необходимо подавать письменный запрос. Поэтому в любом случае нотариус, когда наследственное дело открывает, он спрашивает, есть ли у вас вклады в банках. Если наследник говорит, да, есть, прошу сделать запросы туда-туда-туда, нотариус, соответственно, делает запросы по тому, какие банки назовет наследник. Спасибо. Вот такой вопрос. Бабушка умерла 19 сентября 2019 года, оставила завещание на внучку, ухаживающую за ней более пяти лет. А 12 сентября старшему сыну исполнилось 60 лет. Нотариус приняла от него заявление на обязательную долю в наследство. По закону о назначении выплаты пенсии с учетом новых поправок от 3 октября 2018 года, возраст нету способности, да? Я поняла, да. Но здесь, независимо от того, что изменился пенсионный возраст, изменения в статью внесены не были, поэтому обязательно доля, как рассчитывается, так рассчитывается для женщин 55 лет, для мужчин 60, и наличие инвалидности любой из групп. То есть здесь нет взаимосвязи с наличием пенсионного возраста. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Наше время подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за нашими анонсами. Программа «Территория права» обязательно выйдет в эфир. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова